Всем доброе утро! У меня на сегодня особенно доброе. Захожу я сегодня на кухню. Утром просыпаюсь, помыла голову, искупалась. Захожу налить себе стакан воды. Вижу вот эту огромную коробку. Так приятно и неожиданно. Сейчас распакуем, узнаем, что там. Сегодня ровно тот день, точнее сегодня тот день, когда ровно 10 лет назад в этот день мы стали мужем и женой. Честно, мне не верится, что прошло целых 10 лет. За 10 лет столько всего много. И двое детей, и два переезда. И в общем много-много разных событий. Очень круто. Такой приятный бонус. Спасибо большое моему мужу. Сейчас мы с вами распакуем. Я честно не знаю. Просто мы договорились, что мы не будем дарить подарки, так как у нас скоро мой день рождения, да, и мы договорились, что просто там проведем время с семьей, с детьми, куда-нибудь съездим и без подарков. Но я все равно приготовила подарок Артему, но он в 10 раз меньше этого. Блин. Конечно, очень приятно. Сейчас будем открывать. Я, честно говоря, ожидала, что будет просто букет цветов. Доброе утро, мама. Доброе утро, Гриша. Привет. О, это у меня подарок? Нет, это у меня подарок. Те, мама. А, это мне подарок. Артем, Гриша спрашивает, это ему подарок. Ну, давай, будет и тебе, и мне подарок. Будем вместе открывать. Это будет мне подарок. А это папе подарок. Те, мама. Сегодня день нашей семьи. Подарок папе, подарок маме. Давай вместе откроем. Хочешь? Да. Ну, давай, открывать будем. А что, и что там будем? Давай. Как его открывать-то? Вот, наверное, тут. Это отпариватель? Да ладно? Это отпариватель? Я уже сказала, что это, Гриша. Это точно маме подарок. Ну, я тебе тоже дам. Тоже будет, да, вот. Мама, смотри. Что там? Мама теперь будет гладить. Ура! Вот здесь видно, смотри. Я сначала думала, это позвоночник. Говорит, это капельница, что ли? Я думала, в капельницу позвонок скидали. Банай тебе его, да, прокапывайся. Я думаю, что? Что я? Серьезно, не в капельницу? Давай. Давай, это маленький открывай. Да, маленький быстрее, тоже открывай. Какой-то это-то открывай сейчас? А, вот это карава, вот так. Давай, открывайся маленький. А, хватит. Я теперь буду на навеске гладить, прямо на навеске. А, не открывай, а ты открывайся. Ты что, сюда его ставишь? Не, пожалуйста, открывай. Это сухая. Что там такое? Вот так и будет. Так, открывай, давай, быстрее. Давай вместе открывай. Нет, я. Давай сам. Давай я. Поморишь тебе? Я давай. 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 Лиш, там осторожно, там стеклянная часть тут. Вот это подарок тебе. Спасибо тебе, папочка. Что там, мэджик. Это просто мэджик. Просто. Это волшебство какое-то. А дальше? Робку дам. Так вот, открывай. Оп. Ух ты. Осторожно, там стеклянная часть. Тулбус. О, папа, смотри. Делай жизнь. Это будет тулбус. Тулбус. Богаче? Это будет богатый. Так, посмотрим. Тихо, 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 тихо. Тихоньку давай. Тихоньку, пожалуйста. Тихо. Купи, мэджик. Сигаречка? Нет. Нет. Это такие волшебные записочки с заданиями, которые мы будем выполнять каждую неделю. Для нашей... Чтоб еще прожить 10. Чтоб не развестись. Или чтоб развестись. Не знаю, посмотрим. После этого подарка? Да. После этого подарка узнаем, разводятся ли где они дальше живут. Это инструкция, она сверху лежит. Это то, о чем я мечтал, Зая. Я знаю. Это всей моей жизни мечтала. Я знаю. Банка с бумажками. Это банка с бумажками. Ты знала. Ты откуда посчитала мои мысли, вот, а? Ну, да. Я просто тебя знала. В общем, все в шоке от подарков. Я в шоке. Артем, тем более, в шоке. Я сейчас вам поближе просто покажу, что я подарила. Банечку стеклянную. Артем мне подарил, как видите, отпаривайте для одежды. Блин. Конечно, я хотела, но этот суперкрутой. Я даже боюсь его открывать. Даже не хочу открывать. Ну, не знаю. Сделаем распаковку? Делаем, не делаем? Так, отпаривайте для одежды. Технологии двойного нагрева. Мощный пар проникает глубоко. Давление до 6 бар. Что такое бар? Паровой удар 90 градусов. 5 режимов подачи пара. Плюс эко. Нагревающая подошва. А это что еще? В подарок этот манекен идет? Нет, не манекен. Ну, вот такая вот эта штучка. Она идет тоже в комплекте? Ничего себе. Давайте тогда распакуем. Вот эта вот, наверное, правая станция. Вот эта, да? Все идет в комплекте. Класс. Это да. Я в шоке. Слушай, а убираться нельзя ей? Куда? Есть, ну, там вот есть, там, я видела, там швы протирают на кухне. Это не она, да? Нет. Это не такое. Это просто отпариватель. Ладно. Что еще? Сила 90 секунд. Бактерии убивает. Та-да-да. А подача пара. Необходима очистки от накипи. Не надо. Резервуар съемный. Колесики для удобного перемещения. Класс. Ты не против, Лиза, я покажу твой подарок? Конечно, не против. Отлично. Так вот. Он, кстати, стоит тоже не одну тысячу, не одну тысячу рублей, а несколько тысяч рублей. Артем сказал, когда он узнал, что стоит около больше трех тысяч рублей, он еще больше расстроился. Включите. Нет, это просто он так говорит сразу. Что включить? Что такое? Эти двери. Сейчас они сами включатся. Там следующие идут. В общем, это вот такая штука. Называется Magic Шар. Magic Шар. Вот такая колбочка. Ее открываем, эту колбочку, и внутри находится, просто мы уже вытащили, вот эта баночка. И в этой баночке, если вам покажу, есть инструкция сверху. Все запечатано, запломбировано для того, чтобы, ну, понятно было, что вы первые. Находятся вот такие сверточки. В каждом свертке задание для пары. Для пары, которую нужно выполнить в течение недели. Сначала выполняет один партнер, потом второй. То есть муж, потом жена. Ну, или парень, девушка. Так, инструкция. Каждое задание, вот. Вы держите в руках квест-игру для пары на целый год. Здесь 52 вот этих задания. Если раз в неделю выполнять, то как раз на год. Это возможность разнообразить отношения, раскрыть их новые грани, получить много ярких эмоций, быть ближе друг к другу. Интересные, смешные задания. Иногда вдумчивые. Разработаны специальным психологом. Подарят новые впечатления, радостного и радость совместного общения. Прежде чем вытянуть первый сверток заданий, вам нужно достать из банки самый большой сверток. И дать обещание. Это вот такая бумажечка. Тут мы подписали, что мы, Конаков и Кристина, и Конаков Артем даем обещание с этого дня вытаскивать задания из этой банки и выполнять их в полную силу. Мы будем стараться делать это не реже одного раза в неделю. За неисполнение задания и за лень и забывчивости или иной несерьезной причиной мы обезуемся. Я вот написала здесь, откажусь от сладкого и вкусняшек на один месяц. Тут я ведь на так, от них отказываюсь. Ну, в общем, то, от чего вы хотите отказаться, вы можете записать какую-нибудь вредную привычку и так далее. Чем вы готовы пожертвовать в наказание, если вы не исполните это. Вот, каждое задание может оказаться для вас как сложным, так и простым, но однозначно вы приобретете новый трансформирующий опыт. Вы можете тянуть свертки так часто, как вам захочется, но длительность выполнения одного задания, может быть, понадобится от пару дней, пару часов до недели. Вот, так что вот такая вот штучка мы кладем. Мы уже вытянули, честно говоря, так как сегодня, да, у нас день свадьбы. Мы вытянули один сверток. Я вам сейчас почитаю, что мы будем делать в течение следующей недели. Поделюсь. Я думаю, это разнообразит наши влоги и какие-то вот эти задания мы будем показывать. Ну, если они такого плана, что их можно показывать. Так, значит, на следующей неделе вас ждет неделя мастер-класс. Выберите каждый по одному мастер-классу и идите на них вдвоем. Это может быть лепка из посуды, из глины, рисование на холстах, стенах или другие кулинарные мастер-классы. Или что-нибудь еще. Вот. Так что в следующей неделе у нас, я, в принципе, уже даже знаю, куда я хочу пойти. У нас есть в Саратове мастер-класс по... Ой, сколько же, как она называется? Гончарное искусство. Там надо лепить всякие горшочки. Очень классная штука. Я на нее уже, наверное... Она у меня записана в списке. Такая чарная мастерская. Уже лет год, наверное. Я хотела и с детьми сходить. Ну вот теперь мы пойдем туда с Артемом. Такая вот штука. Классная идея для подарка. Это на Wildberries можно найти. Называется... Ну, можно... Я набирала так. Игра-квест для взрослых. Вот такой тубус. Там одна компания производит. Все очень красиво смотрится. Можно на свадьбу подарить. Как бы дополнительный подарок. Если вы денежку дарите, то нужно дополнительно вот это подарить. Можно подарить... На годовщину свадьбы. Да. Подарить на годовщину свадьбы. Я вот дарила Артем. Мне кажется, если вы в друзьях на годовщину свадьбы... Дарь, маме подарок. Дарь, видел свой подарок, да. Мне кажется, это классная идея. И тебе тоже, да. Вот. А, кстати, там еще есть такие же баночки для семьи. И есть для пары, которая встречается не так давно. Да, которая встречается не так давно. Да. Вот я потом хочу еще купить для семьи. И чтобы и мы, и дети участвовали. Мне кажется, это классно, интересно. Да? Да. Мы сейчас поедем забирать Кирилла в школу. Нашла свой свитшот, толстовку, как это называется, да. С капюшоном. Она теплая, с начесом. Я заказывала ее в том году. Единственный момент, вот этот начес, он, как сказать, немножко обрезает, что ли. Мам, мне надо надеть. Ты что еще не одетый? Я тебя уже жду. Где комбинезон, который я тебе дала? Гриш, где комбинезон, который надо надеть? Иди, пожалуйста, бери, и Кирюша нас уже ждет. Мы сейчас пойдем в магазин за тортиком. Прям в лужу я припарковалась, на других мест не было. Давай с другой стороны, Гриш. Выходите. Вот я и этот. Какой? Этот. Какой симфония, глотая симфония. А какие тут есть? Йогуртовый, Прага. Вот тут большие есть. Мы не смогли выбрать, поэтому купили сразу два тортика. В итоге мы выбрали два торта. Один называется чизкейк. Вот такой. И его нужно сейчас срочно убрать в холодильник, чтобы он не растаял. И второй тортик мы взяли вот такой, Наполеон. 900 грамм. Но это не окончательный вариант. У меня есть кое-какая идея. У меня еще кое-что есть. То, что я заказала заранее. Я в Инстаграме подписана на одну девочку. Она занимается пряниками. И посмотрите, какую красоту я заказала. Это будет вставляться в тортик. Так, жених невеста. Это я, это Артем, жених невеста. Дальше. Такие сердечки. Артем плюс Кристина равно Кирилл и Гриша. 9.09.11. И день рождения нашей семьи. 10 лет вместе. И циферка 10. Вот такая золотая. Это все пряники. Они все съедобные. Очень красиво. Эти пряники я заказывала и Грише на день рождения. И Кириллу на день рождения. Всякие разные тромали мы делали. Это мне один мастик. Нет, Гриша, это вечером мы будем кушать тортик. Только, я думаю, торт маленький. Наверное, надо будет еще купить один тортик. И я еще купила мастику вчера. Я сейчас все сверху мастик раскатаю и сделаю. Это мне тортик. Только нам надо два тортика, наверное, я думаю. Чтобы был повыше. Это вечером мы будем купить часть тортика. Мы вот такие вот красивые фигурки. Сейчас я доделаю и покажу вам, что получилось. Да, будем. Вот такая мастика. Продается на Вашане. Там есть разное количество. Она внутри мягкая. Ее нужно немножко разогреть, растереть в руках. Раскатать скалкой. И мы сейчас вот так вот все пластом сделаем красиво. Будет ровный белый тортик. Классно я придумала. Я так уже делала, кстати, на Гришин день рождения, когда ему был годик. Сейчас буду делать заготовку для салата. Хочу приготовить салат из печени. Печень у меня куриная. Я ее промыла. Разделю вот на... Они склеены на половинки. И обжарю на сухой сковородке. Только прежде чем обжарить, ее нужно обтереть бумажными полотенцами. Для того, чтобы не брызгала вода во время жарки. В общем, печень не стреляла. Отправляем сюда. Все быстренько обжариваем. Печень готовится очень быстро. Мне кажется, буквально на минуту 3 она обжаривается. Печенку я пока накрываю, убираю в холодильник. Сейчас здесь все вот так закрою. Резиночкой сверху накрою и уберу. Что в этом салате будет? Корейская морковка. Она длинная, я также ее порежу. Обжаренный лук. Репчатый. И огурцы. Маринованные огурчики. По-моему, все. А, ну и майонез. Можно заправить майонезом. Можно заправить сметаной. Тут уже кто как хочет. Покажу вам, что купила в фикс-прайсе. Такой держатель для специй. Прямоугольный. С ячейками специальными. По сути, он нужен для того, чтобы организовать все специи. Вот сюда положить в баночки. И вот таким образом организовать. Это можно сделать в выдвижном ящике. Вот так это выглядит. 149 рублей стоит держатель. И отдельно я купила, соответственно, баночки. Они тоже там же продаются. Они небольшие. Объем. 50-90 мл. Они стеклянные. Вот таким образом сюда они помещаются. Единственное, мне не хватило одной баночки. Не было в магазине с белой крышкой. Пока у меня только 7 баночек. Вот так это будет выглядеть. Сейчас я их буду заполнять специями, которые у меня есть. И момент такой. Нужно будет, чтобы не забыть, вот сюда придумать какие-то наклейки, чтобы не забыть, что там внутри лежит. Покажу вам, что у меня получилось. Вот баночка со специями. Но так как я уже забыла, что там лежит, пока последнюю баночку я досыпала, что насыпала в первую, я уже не помню. Я сделала вот такие маленькие вырезки с упаковки приправа для салата. Здесь смесь перцев дробленная и так далее. В общем, берем и видим, да, перец красный, сухой чеснок. То, что у меня было, то сюда я положила. Здесь приправа к плову. И, кстати, в одной упаковке вот здесь три упаковки приправа к плову. Салата две упаковки, чеснока одна упаковка. То есть в каждых специях разная громовка идет. Нужно где-то три упаковки, чтобы баночку наполнить. Чего-то нужно две, чего-то одна. Но тут, конечно, у меня она не полная. У Гриши сегодня занятие с логопедом. Кстати, хотела с вами поговорить. Знаете, о чем? Когда мы начали собирать документы на ПМПК, тут просто некоторые девочки написали в комментариях о том, что сейчас нам поставят диагноз на ПМПК, на этой комиссии, о том, что Гриша задержка речи. И когда... То есть нам этот диагноз поставят в садике, поставят в поликлинике. И когда мы будем собираться поступать в школу, проходить комиссию, собирать бумаги, врачей, то у нас будет стоять диагноз. Как бы это? Диагноз, отстающий в развитии. И что мы можем попасть в коррекционный класс, и попасть в коррекционную школу, и так далее, и так далее. Я такая думаю, стоит она вообще того или нет? Вот я теперь вообще не знаю. Идти нам на эту комиссию не идти. Я пока остановила сбор документов, и я теперь не понимаю вообще, надо или не надо. Кто-то написал, ну вот вы просто не покажите, не показывайте эту бумагу, когда будете поступать в школу. А как я ее не покажу, если чтобы собрать документы, мне надо будет пойти к тем же самым врачам в поликлинику, которые на учет нас и поставят. Из садика. Чтобы пойти в школу, нужно собрать документы из садика. Должны быть бумаги из садика. Я не смогу бумагу просто не показать. Там будут заключения врачей из садика для поступления в первый класс. Поэтому я теперь вот думаю, надо, не надо. Вот такой у меня вопрос. Мы как бы в любом случае будем ходить платно на малокопеду, мы не будем отменять эти занятия. Я вижу результаты. Катя, мы занимаемся у девочки. Катя. Я вижу результаты детей и дети, которые совсем не говорили и плохо говорили. И они все начинают говорить со временем, к пяти годам. Звуковку, все звуки, все отлично. Я вижу результаты, я понимаю, что у нас будет результат, но вот я теперь буду сто раз еще подумаю насчет вот этого диагноза, который нам могут поставить в поликлинике и в садике. На улице такая шикарная погода. 23 градуса. Нет, 21, по-моему. Самое тепло. А покажи, что тебе дали сегодня на обучение. Что это такое? Ой, что это, как называется? Медаль. Медалька? Да. У нее можно что-то купить? Да. И куку, и китаты, и куку, и куку, и куку купить. Да. У тебя повесь в свой шкафчик. А это вешай на вешалочку. У тебя там крючок же есть? Крючок? Да, ты сними сначала и повесь на крючок. Крючок вон. Кто там к нам пришел? Привет. Ты красивая какая. В духовку я сейчас отправляю. Блин, как это называется? Часть крыла индейки в упаковке продавалась. Плечо, да, плечо, наверное, индейки. Я мариновала в соевом соусе и с чесноком. Ну и чуть-чуть специи для индейки. Наш праздничный стол уже наполняется. Не очень я до конца прогладила, и она должна быть, мне кажется, длиннее. Либо вообще надо было так постелить по диагонали дорожку. Так, вот тут салат Цезарь. Пицца. Свежая нарезка овощей. Пластиковая вилка убираем. Роллы суши и салат вот с печенкой, про который я рассказывала. Мама дорезала туда огурец, морковку, лук мы добавили, да, майонез, нет, сейчас майонез добавим. И две бутылочки вина, красное сухое и белое сухое. А, еще у нас, что у нас еще? Сейчас можно намазать. Куплю рыбку, сделаем бутербродики с рыбкой, с красной. Тут уже индейка у нас, пахнет вкусно. И картошка. Сейчас я тоже ее потом в духовке сделаю. Она доварится, я сделаю в духовке. Привет! А что вы заходите? Вы что там встали? Подождите, сейчас. Вау! Мы поздравляем вас с вашим праздником, с днем свадьбы. Вадюш, дарить цветочки Кристине. Мы желаем вам крепкой любви. Спасибо. Ну-ка, а ты теперь красивая. Что ты желаешь? Сто летней любви. Сто летней? Сто летней? Это еще не все, это еще не все. Спасибо вам. Гирюша, ты рыбки садись, пожалуйста, как ты не мешает в кадре. Это вам. Давай, это детям, иди. Там, там, что еще? Велосипед для меня, что ли? Собака! О, это подушка? Нет. Одеяло? Да. Собака, это ура! Югасик, какое крутое! Спасибо. Создравляем вас с вами. Спасибо большое. Нет. Такое крутое. Спасибо большое. Спасибо. С десяткой, Вася. Спасибо. А цветы такие ароматные, вот так пахнут. Спасибо. Как будто тебе цветы подарили. Нет. У меня есть такая палочка для проверки. Что, ножком или такой иглой? Я хочу посмотреть, как она. Нет, ну, все равно. Ты ее прям разрежешь, и... Кровь, да? Кровь идет, не идет. Это хорошо, что ничего не идет? Ну, конечно. Нет, ну, она... Гриб прозрачный должна быть. Она же видит. Вот, все. Без крови, да? Да. Наша праздничная вечеринка объявляется открытой! Индейка, кстати, вроде бы готова. Ты что, замерзла? Да. А-а-а. Это незаконно быть красивее, чем невеста. Пришлось мне надеть платье. Пришла такая вся в костюме, красивая. Я тут в штанах хожу. Пришлось мне платье. Да, я тут пижамя. Ну, ладно, пришлось вот платье надеть. Ой. Знаете, какая картошечка? Кто будет? Я решила индейку сюда переложить. Давай. Нет, вот эту вот деревяшку. Быстрее у меня палец нагревается. Вот так. Руки убирай. Руки убирай. О, все. Как вам наш тортик? Даже надписи есть. Подождите. А, вот. 9-е, 0-9-е, 11-е. Артем спросил, почему у меня на голове корона. А у него нет. Выросла за 10 лет. 10 лет вместе. Артем спросил, Кристина равно Кирилл и Гриша. День рождения нашей семьи. Это съедобные, кстати, пряники. И вот такие циферки еще. Они просто вот... Давай попробовать пряничек. Нет. Прянички мы не едим. Оставим. Через 10 лет. Ой, блин. Цифры просто вот так должны прилепиться. Вот так. Вот так вот. Красивый какой. Садитесь за стол. Кто будет тортик? Я. За стол садитесь. Убей огонь. Убей огонь. Я буду все вместе. Зови Кирюшу, будем все вместе. Все семей у вас сливать. Идем тебе торт. И Вадюшу зови. И Вадюшу зови. И Вадюшу зови. И Кирюшу. Выключайте свет. Зови Кирюшу. Кирюша. Давайте все вместе папе подходите, пока пряник не загорелся. Все. Ну что, идете? Давайте все вместе мальчишки вставайте. Сейчас будем все четвером задувать. А что, Петь будем? Как будем? Поздравляем? Какие дни рождения? А что, пусть мальчишки загорелся. Не дуй, не дуй, не дуй. Нет, Кирилл пьяненько уже начинает. Идем, санны будем задувать. А я. Кричим с днем рождения. Папу зовем. Я сейчас тоже дую. Давай, с днем рождения. 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 Задуть хочешь попробовать? Да. Давайте Гришу тоже задует. Пап, теперь вы спереди. Давай, Вадик с Кириллом задуй. Я не вообще, я вообще не задул Кирилл такой. Ну давай, Кирилл, дай теперь Гришу. Давай, Гриш. Давай, давай, давай. Ура, ура. Так, Вадюха. Давай, Вадюш. Ура, Кирише. Все, кто хочет, то садится за стол. Снимаем места быстрее. Кирилл, ты не хочешь, что ли, садится за стол? Ну да, Вадим тоже хотел. Я хочу тоже. Давай, Вадюш. Давай, Вадюш. Быстреее. Подойди, Танюш. Все, да, стой. Кто хочет торт, нет, а теперь мы садим. Папа, успокоит. Ну дай муж папу, пожалуйста. Спасибо. Давай, теперь вы. Сюда, тиш, работай. Все, все. Кирюш, стань, да? Что надо делать? Задувать смене, Кирюш. Я тебе торт, ты не дочит. Поец, зачем? Ура, раздерено. Субтитры сделал DimaTorzok